Всем привет! Сегодня мы с вами отправимся на прогулку по Третьяковской галерее, которая находится в Москве. Ссылка на видео о моей поездке в Москву появится в углу экрана. Портрет русского поэта и писателя Александра Пушкина, выполненный Орестом Кипренским. Пушкин даже посвятил картине стихотворения. Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит, так Риму, Дрездену, Парижу, известен впредь мой будет вид. Далее мы видим зал с картиной Александра Иванова «Явление Христа народу». В центре картины фигура Иоанна Крестителя, совершающего крещение народа в реке Иордан и указывающего на приближающегося Иисуса. Слева от Иоанна изображена группа апостолов. Иванов считал одной из главнейших задач этой картины – показать современному зрителю, что Христос пришел ко всем, поэтому изображает своих персонажей как будто в человеческий рост. Нам кажется, что мы сами стоим на берегу реки. Художник изобразил на картине себя, а также своего друга и духовного наставника, писателя Николая Гоголя. Созданию этой картины художник посвятил больше 20 лет своей жизни и сделал 700 эскизов и этюдов. Перед нами картина «Всадница» кисти Карла Брилова. Девочка-итальянка останавливает разгоряченного коня, а ее сестра с восторгом наблюдает за ней. Натюрморт Ивана Хруцкого «Цветы и плоды». Василий Пукерев. Картина «Неравный брак». Жениха и невесту разделяет большая разница в возрасте. Выражение лица молодого человека, стоящего за спиной невесты, демонстрирует отношение художника к происходящему. Художник Василий Перов. Портрет Федора Достоевского. Супруга писателя говорила, что Перов уловил минуту творчества Достоевского. Он как бы в себя смотрит. Дальше нас ждет зал с картинами Алексея Саврасова. Грачи прилетели. Художник запечатлел процесс возрождения природы после долгой зимней спячки. Саврасов писал, что нужно любить не только природу, нужно любить форму, линии, любить краски. Во всем должно быть чувство. Без чувства нет произведения. Надо быть влюбленным в природу и творчество, тогда только можно писать. Только любя и боготворя природу, учась у нее, можно найти себя в искусстве. Манер живописи много, а хороших картин мало. А дело не в манере, а в умении видеть красоту, болеть ею, страдать ею и стремиться выразить невыразимое. Иван Айвазовский часто изображал штормы, бури, кораблекрушения. Его привлекали необычные эффекты света, отраженного в плоскости воды. В этой картине Айвазовский изобразил радугу, сияющую над морем во время шторма. За свою жизнь художник написал больше шести тысяч картин. Небольшую картину он мог создать всего за несколько часов. При жизни у Ивана Айвазовского было более ста персональных выставок. А это зал с картинами Ивана Крамского. И вот внизу портрет Павла Михайловича Третьякова. Основателя Третьяковской галереи. Это портрет Льва Николаевича Толстого. А рядом картина «Христос в пустыне». Но мне очень нравится картина под названием «Неизвестная». Смотрите, какая шикарная. Эта картина вызывала очень много споров. Девушка выглядит необычно, слишком роскошно. И она едет в повозке одна. В то время, это девятнадцатый век, в то время девушке не следовало ездить одной. И выглядела она немного даже вульгарно. Было видно, что эта девушка не из высшего общества, так как она одета слишком дорого. Как будто она хотела выделиться из толпы и надела всё самое лучшее и самое дорогое. Архип Куинджи никогда не работал с натуры, а только по памяти, по воображению. Он демонстрирует в своих картинах преувеличенную яркость тонов, контрастность, великолепные сочетания светлого и тёмного. Его пейзажи завораживают зрителя. Иван Шишкин. Утро в Сосновом лесу. Интересно, что Мишек изобразил другой художник, Константин Савицкий, но его подписи на картине нет. В творчестве Шишкина русская природа представлена величественно и мощно. Зал с картинами Виктора Васнецова. Во время прогулки Васнецов заметил грустную и задумчивую девочку, сидящую на траве. Он сделал набросок, а потом перенёс композицию на картину, подписав «Алёнушка» в скобках «Дурочка». 1881 год. Из видео «Анастасии постригай» я узнала, что дурочками в те времена называли девочек-сирот, то есть тех, у кого не было родителей. У таких детей не было ни прошлого, ни будущего. И впереди только тяжёлые времена. В дальнейшем Васнецов доработал картину, добавив в неё элементы, благодаря которым сюжет стал напоминать русскую народную сказку «Сестрица Алёнушка» и «Братец Иванушка». Народная фольклорная тематика стала основой всего творчества Васнецова. Картина «Богатыри». От задумки до финальных штрихов картины прошло 30 лет. Фигуры богатырей и их коней символизируют силу и мощь русского народа. Картина Верещагина называется «Апофеоз войны». И на раме художник написал. Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим. Творчество Василия Сурикова стало вершиной исторического жанра в русской живописи. «Боярня Морозова» — шедевр Сурикова, который Павел Третьяков купил за невероятные по тому времени 25 тысяч. В переводе на наши деньги это примерно 15 миллионов рублей. Я рекомендую вам ознакомиться со статьей Оксаны Копенкиной об этой картине. Ссылка в описании. Девочка с персиками Валентина Серова — величайшего русского портретиста. Как сразу после ее создания, так и сейчас, много лет спустя, эта работа поражает зрителя своей свежестью, легкостью, теплотой и радостью, дарит ощущение гармонии и спокойствия. Благодарю вас за прогулку. Если вы приедете в Москву, обязательно посетите Третьяковскую галерею. Спасибо моим патронам за поддержку. Субтитры подогнал «Симон»!